всем привет сегодня будем смотреть туман которую мы можем расположить на нашей нашей игре и которая нам будет создавать более-менее реалистичную модель внешнего вида вот смотрите да как бы вот мы поставили нашего персонажа куда-то в открытый мир да так почему так вот у нас персонаж в открытом мире если бы вот не тучи как говорится которая отображается на земле мы бы и не поняли что это нормальный рабочий мир как бы у нас в реале то есть то что вдалеке находится по сути практически не будет видно то есть если мышь там что-то поставили на концу на конце какой-то горы мы вы по сути отсюда бы увидели для таких целей принципе используется туман в нашей игре их несколько штук когда мы называем fog в поиске нашим place есть atmospheric fog и expansion high fog атмосферный туман и туман низкой высоты ну или определенной высоты какой-то там это не особо важно атмосферный туман по сути желательно всегда добавлять в игру второй честно говоря тоже бы лучше добавить вот я здесь закинул атмосферный fog его предварительно настроил вы сами видели как у нас показывался в принципе даже здесь можем увидеть я его отключил для того чтобы показать что было сейчас смотрите я включаю его насколько преобразилась картинка как бы да но намного лучше красивее сейчас в реале вот не не совсем темные до полосы мы понимаем что где-то вдали там что-то в реале есть дымки скрыто так теперь где наш персонаж теперь смотрим у нашего атмосферного тумана есть множество значений выделим его это у нас множитель солнца мы по сути можем так скажем пересечение нашего тумана с солнцем регулировать как видите да чем больше значение тем туман обильнее сделаем какое-нибудь небольшое значение это по сути тоже но множитель тумана а не солнце то есть здесь уже сам туман более обильным становится более четким так оставим вот так примерно дальше у нас density multiplier это множитель плотности то есть видите у нас атмосферый fog еще и влияет на sky sphere она может тоже затемняться и соответственно как-то покрываться туманной частью так вернем в обратную так distance scale density offset это смешивание плотности и шкала расстояния здесь мы по сути можем не заметит нет заметь тут надо просто больше крутить это у нас дальность шкала расстояния мы можем в принципе включить видите какая обзорность сразу видно для этого просто в принципе наш радиус в определенные значения ставим далее у нас есть шкала высоты вот она определенная высота только покрывается так теперь тоже возвращаем обратно добавка основного цвета вот это в принципе вот эта часть вот смотрите мы можем как-то определенная дистанцию и регулировать получается 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 смешивание то есть но это уже все зависит от того скажем ландшафта который вы по сути ставите здесь в принципе очень много значений всяких допустим туманчик который с определенным оттенком дается и так далее потом еще автоактивить кстати надо поставить это мы на солнышке сейчас регулируем так но у нас на солнце блум стоит так что возможно мы это не заметим сейчас по сути с данным с данной штуковиной мы по сути все рассмотрели как таковую но здесь можно крутить сколько угодно и и вы найдете много различных штуковин которые вам в принципе сделают картинку и еще намного сочнее то есть вот чуть-чуть покрутив несколько значений и мы уже изменили картинку какую-то контрастность цвета добавили еще что то так давайте поставим Exponation Fog видите да он короче работает на определенных высотах здесь у нас есть такая как плотность тумана сейчас мы переместимся это так я его выбрал да Fog дастине вот плотность тумана здесь мы можем допустим здесь у нас какие-то очень качественные так скажем стоят деревья которые мы по сути в данном случае хотим скрыть если у нас открытый мир и мы допустим хотим их скрыть у нас там допустим стоят лоды которые практически в ноль деревья какие-то сравняли да ну там допустим из 30 тысяч полигонов одно дерево состоит из 15 полигонов ну образно так говоря либо какой нибудь не знаю какой нибудь картинки прописанной образно вот это у нас плотность далее у нас идет падение высоты если так можно определиться смотрите мы сделали очень плотное на основании поверхности чуть чуть выше подняли вот это высоко подняли сейчас у нас плотность максимальная так выставим на 0,1 слишком много 0,01 слишком тоже много скорее всего чуть уменьшить надо высоту и вот что получается этим туманами мы можем скрывать очень качественные модели или которые у нас модели не загрузились точнее где-то вдалеке так далее у нас данные о втором тумане это который второстепенный вот там у нас первый а вот это второстепенный он который так скажем вот здесь второстепенный работает тоже все то же самое что и вот в этом первой части так скажем так теперь давайте посмотрим цвет рассеивания это вот эта часть вы можете допустим если у вас какая-то не знаю марс красная планета и вы хотите какой-то своеобразный туман сделать пожалуйста красного цвета но это слишком я что-то переборщил вот вот такого вида в принципе тоже очень подойдет цвет рассеивания тумана максимальная непрозрачность вот это допустим допустим здесь мы более прозрачным его делаем это у нас стартовая дистанция от нуля так давайте более четким сделаем по сути если персонаж вот сейчас войдет можно отредактировать так что прям практически перед ним начнется туман так давайте персонажа чуть ниже где-нибудь перетащим и подлетим к нему быстрее так это мы вот с нижним работаем давайте попробуем атмосферный выключить вот так чтобы четко было чтобы мы видели только лишь один вид тумана так где у нас вот он дальше у нас расстояние от камеры вот это старт дистанц допустим три насколько три конечно далеко я не в курсе это расстояние отсечки тумана то есть к элементам сцены расстояние превышающее вот данное значение типа он не применяться не будет вот допустим вот я выделил и смотрите туман не применился вот к данной области или туман не применился вот дальше вот этой области ну это короче часть тоже регулируется только лишь чисто под свою игру так отменим все некрасивые изменения белым туманом сделаем так далее что здесь у нас есть рассеющее текстурирование здесь особо ничего такого нельзя применять но тут надо цветную кубическую карту создавать немножко сложная вещь для новичков очень будет сложно здесь здесь у нас объемный туман в данном случае он не будет работать потому что мы его нигде то не создавали здесь распределение рассеивания так так здесь виды отражающие способности частиц и так далее то есть ну как бы тоже только лишь определенными значениями как-то можно выставить посмотреть в принципе если мы давайте чуть-чуть поднимем видите этот туман нам может прекратить преградить и салонса и так далее главное необходимый необходимым диапазон его настраивать вот по сути мы создали тот же эффект что с атмосферным туманом отличительной способности качества по сути и не видно так что у нас здесь интересненького еще есть по сути здесь все что дальше не интересно volumetric fog основная часть это нашей и вот этот exponential high fog здесь все настройки производим здесь мы я как говорю не увидим ничего потому что его здесь не выставили именно нашего самого самого объемного тумана который мы создавали в предыдущем уроке так ну думаю что на этом все далее мы рассмотрим как у нас работает солнце как у нас работает небо и начнем что-нибудь еще интересненькое сделаем менюшечку скорее всего вот на этом друзья все если что подписывайтесь ставим лайки дизлайки до скорой встречи друзья пока 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 не